Орел будет утопать в розах. Особенно много розовых кустов зацветут и заблагоухают возле памятника Тургеневу. Здесь, на Тургеневском бережке, накануне работала группа активистов с помощью цветов, признавшаяся в любви и к писателю, и к городу в частности. Это же мечта, чтобы у Тургенева были розы на самом деле. В прошлом году у нас были тургеневские чтения на дворянке. Идея Света про это сказала. Она родилась тогда. Идея высадить розы родилась спонтанно, вспоминают участники посадки. Как жителю города, как руководителю общественной организации, мне кажется, что мы можем, именно общественники, мы можем объединять людей именно на такие добрые, хорошие дела. Мы же проводили тургеневский пленэр. Сколько пришлось желающих. Мы проводили ночной пленэр. Море было людей. Мы проводили детские праздники. Было море людей. Поэтому, чем больше хороших, добрых идей, я думаю, поддержку в городе они всегда найдут. Саженцами помог один из торговых центров. Кстати, его сотрудники тоже приняли участие в акции. Присоединились также и студенты аграрного университета. Преподаватели нам рассказали об этом. Ну, мы, в принципе, вот в свободное время решили помочь посадить. И во-вторых, это все-таки наша профессия будущая. Мы будущие ландшафтные архитекторы. Практика, в первую очередь, помогает лучше понять, как это делается. Сажали по всем правилам. Знатоки рассказывали, как нужно. Кстати, именно будущие ландшафтные дизайнеры и взяли шефство над розовыми кустами на тургеневском бережке. Это борьба с вредителями. Потому что сейчас, ну, это основное, наверное, основная задача будет. Это борьба с вредителями, такой как тля. Ну, и болезни, я думаю, без этого никуда не денемся. Потому что вокруг здесь, сами видите, посадки. 103 розовых куста появились у Тургенева по проекту. Вот такой подарок писателю от Роловчана и главы города, который также с удовольствием принял участие в цветочной акции. Приятно, конечно. Это накладывает и ответственность определенную, и придает чувство гордости за нашего великого земляка. Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.